Зимние новогодние праздники, время сюрпризов и народных гуляний, время чудес и волшебства. Новогоднее настроение царит повсюду. Коллектив Международного гуманитарного университета отметил новый 2022 год. Уже по традиции всех преподавателей, сотрудников, а также их детей поздравлял президент высшего учебного заведения Сергей Кивалов. На детском празднике одного из ведущих вузов страны побывала и наша съемочная группа. Новогодняя музыка, детский смех, Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик – все это о праздновании Нового года. Сладкие подарки и развлекательная программа уже традиционно были организованы для детей и внуков, сотрудников и преподавателей Международного гуманитарного университета. Всех присутствующих приветствовал президент Международного гуманитарного университета, почетный гражданин города Одессы Сергей Кивалов. Уже есть хорошая традиция накануне Нового года собирать в первую очередь детей наших сотрудников и Национального университета и юридической академии, а сегодня Международного гуманитарного университета. И когда первый набор 19 лет назад был 7 человек, конечно, практически детей не было. А сегодня почти 7 тысяч, 6,5 тысяч. Но вот мы видим, какое количество детей у всех сотрудников и преподавателей нашего университета. Это меня, честно говоря, радует. Вот уже 19 лет подряд Международный гуманитарный университет дарит новогоднюю сказку детям сотрудников высшего учебного заведения. Накануне наступающего Нового 2022 года по инициативе президента университета, а также при поддержке первичной профсоюзной организации, был организован большой новогодний утренник. Детей ждала веселая увлекательная программа, замечательный концерт и подарки от Деда Мороза и Снегурочки. По инициативе президента Международного гуманитарного университета, при поддержке первичной профсоюзной организации Международного гуманитарного университета, ежегодно, традиционно проводится детский утренник, президентский детский утренник для студентов, для сотрудников и их детей Международного гуманитарного университета. Этот год очень был успешный для нашего университета, у нас большой набор, мы открыли новые специальности, новые факультеты. Университет вот так вот бурно живет, и мы в этом году решили вот на базе детского такого дома, телевиле, провести праздник для наших детей. Конечно же, Новый год это самый лучший семейный праздник, и конечно для каждого ребенка, когда он ждет чудо, так же, как и взрослый. И сегодня, когда видя Деда Мороза, Снегурочку, радостный, каждый ребенок, и я увидела глаза каждого родителя, они так же радостны, потому что каждый из нас ждет чудо. И действительно, Новый год, в преддверии Нового года, мы все ожидаем этого, и поэтому каждый сегодня и сотрудник, и ребенок ушел с положительными эмоциями, хорошим настроением. Уже стало традицией встречать на таких праздниках маленьких друзей из самого северного района Одесской области Кодемы. Вот уже больше 10 лет они преодолевают немало расстояния, более чем 300 километров, чтобы стать желанными гостями новогоднего торжества. Это дети из Кодемского центра социально-психологической реабилитации «Буслик». 10 лет назад, в 2011 году, преподаватели и студенты Международного гуманитарного университета впервые приехали в Кодемский детский приют. Познакомились с его воспитанниками и твердо решили, что не оставят их без своего внимания. К сожалению, в этом году в связи с погодными условиями они не смогли приехать, поэтому было принято решение перенести встречу к празднику Рождества Христова. У детей и у всех должна быть одинаковая стартовая позиция. Они должны иметь возможность после окончания школы поступить в училище, поступить в университеты, поступить в колледжи. И мы этим занимаемся. Наибольшее количество детей, которые не имеют родителей, учатся и в Национальном университете, Юридической академии, и в Международном гуманитарном университете. Мы знаем эту проблему и занимаемся этой проблемой. Главными героями новогоднего торжества стали дети и внуки сотрудников Международного гуманитарного университета. С их уст нисходили улыбки. Каждый в этот праздничный день получил хорошую порцию новогоднего настроения. Мне очень нравится Новый год, потому что мы всей семьей собираемся дома и проводим интересные традиции. И для нас праздник очень важный. Нас поздравляет сегодня Дед Мороз с Мугурочкой и Снеговик. Я ему написала, что я очень хотела бы, чтобы у нас появилось много домашних новых питомцев и чтобы Марк пошел в садик. Нас сегодня поздравлял Дед Мороз. Праздники я намещаю такие раз в год. Скажи, в какие игры вы играли с Дедушкой Морозом, Снегурочкой, Снеговиком? Мы играли в снежки, мы делали подарки. Скажи, ты уже написал письмо Деду Морозу? Да. Что ты хочешь, чтобы он тебе подарил на Новый год? Очень хочу, почему-то машинку на радиоуправлении. Что сегодня вам желал Дедушка Мороз, Снегурочка, Снеговик? Что вы вообще с ними делали? Играли все и желали здоровья и всего в этом роде. Ты уже написал письмо Деду Морозу? Да. Что хочешь, чтобы он тебе подарил? Я просто сейчас буду долго перечислять все. Ну, нормально нас поздравляли. Мне дали конфеты, как всегда. Ты любишь конфеты? Да. Скажи, а что для тебя вообще праздник Новый год? Ну, все дети веселятся под Новый год. Можно поиграть в снежки, там, построить замки и всякое другое. Скажи, расстроен, что снег уже растаял в Одессе? Ну, расстроен. А успел поиграть в снежки? Успел. Мне очень-очень понравилось. Мы там из льда кубики складывали, горы, ходили хороводы. Это когда праздник и все веселятся. Скажи, писал уже письмо Деду Морозу? Нет. А нам пишешь? Да. Что планируешь загадать такое, чтобы Дедушка Мороз тебе подарил под Новый год? Конфеты. И все? Да. То есть счастье чисто в конфетах? Да. Удовольствие от праздника получили и родители по совместительству преподавателей и сотрудники Международного гуманитарного университета. Радостные эмоции на лице ребенка – счастье для каждого родителя. Они подчеркивают, что президент вуза Сергей Кивалов, как никто другой, любит и ценит свой коллектив. Такие праздники тому подтверждением. Благодаря инициативе президента Международного гуманитарного университета, академика Сергея Васильевича Кивалова, такие праздники стали ежегодными, традиционными. И наши дети приходят с удовольствием на них, веселятся вместе с Дедом Морозом и Снегурочку. И нам очень приятно, что наше руководство и профком Международного гуманитарного университета дают возможность даже таким уже взрослым деткам верить чудесам. Хочу сказать, что это совсем не банальное такое внимание, а очень ценное, потому что на самом деле Сергей Васильевич ежегодно проводит для детей, сотрудников такие прекрасные праздники. И сегодня, в этом году мы в прекрасном центре, и детям особенно интересно это. Поэтому спасибо огромное. И в преддверии Нового года все ждут чудес, все ждут подарков, все ждут духа праздника. И благодаря Сергею Васильевичу детки могут ощутить это. Дети – это главное сокровище Украины. Ведь от того, какими мы их воспитаем, напрямую зависит будущее государства. Сергей Кивалов поздравил всех детей города с наступающим Новым годом и пожелал самого главного. Я очень хочу, чтобы наши дети были счастливы. Я очень хочу, чтобы наши дети имели будущее и перспективу. Я очень хочу, чтобы они чувствовали заботу своих родителей и всех окружающих. С наступающим Новым годом, дорогие друзья! С наступающим Новым годом, дорогие друзья!